всем привет джип компас сегодня в ремонте у нас будем ремонтировать перед вот в таком состоянии она заехала ко мне в гараж помятыми крыльями прикрученными тайваньскими деталями и фары тоже левое крыло чуть-чуть понятно поменьше кончик в основном правая чуть поболее но чтобы посмотреть другие повреждения лонжеронов придется все разобрать итак снимаю фары бампер радиаторы всякие железочки пластмасс очки балку бампера и тогда будет все прекрасно видно то и где как помята балка уже на выброс радиаторы тоже на выброс поэтому с ними не церемониться и так разобрал морду что мы видим с первого взгляда лонжероны целые но погнута поперечная балочка кузова также свернута подушка что означает что лонжероны ушли если подушка свернута будем упираю в левый лонжерон передней и стенку и также правой задней для того чтоб машину не разворачивала но и вытягиваю лонжероны сейчас выравниваю подушку чтобы был ориентир сколько мне тянуть лонжероны подравниваю крепление балки бампера и измеряю диагонали от точки а до точки б после того как измерим диагонали расстояние подтягиваю если это надо и выравниваю поперечную балку вот верхнюю часть надо чуть подтянуть после того как и так вот что мы еще имеем такой залом обычно тогда когда лонжерон приподнят верх от потолка я опускаю лонжерон вниз причем правый лонжерон я убираю чтобы вся морда не опускалась а только левый лонжерон и так опускаю лонжерон при этом и вмеряю все и как бы по моему мнению все на месте опять же диагонали расстояние но и высоту лонжеронов по уровню то есть выставляю уровень по дальним точкам и потом смотрю ну вот опустили лонжерон и эта часть кузова выдвинулась также появился зазорчик потому что его не было ну а теперь начинаю ровнять крылья начал я почему-то справа то что похуже до начала я всегда ровняю резиновым молотком ну а потом беру в руки нормальные вылезные молотки первым делом выстукиваю ребра жесткости вообще я всегда выступит сначала ребра жесткости а потом в лоскости для удобства нарисовал и рисовал ребра что было видно но и ровняю и и и и итак основные заломы я выступал и теперь прохожусь колодочкой 80 спросите зачем мне это надо да чтобы видеть все неровности и не ломать себе глаза и потом когда это все затерта вот видите где шишки где парень и все видны неровности и подравниваю тогда итак концу идет это монотонная нудная работа и подходит время примерить бампер именно линию изгиба чтобы была форма формы здесь чуть нету естественно форму я подгоряю под бампер естественно бампер придется примерить раз 5 чтобы добиться нужной формы тем более что бампер тайвань и не факт что он тоже правильной формы ну вот вроде бы уже все нашу бейс и я защищаю крылышко прохожусь рубаночком разбиваю все шишечки и на этом крылышко готово сейчас левая крылышко но здесь как бы на вид чуть поменьше отогнуть подстукать и все проблемы то я и делаю и и Вроде бы мелочь. А время отняло. Такие мелочи всегда отнимают много времени. Ну вот как бы тут уже тоже все сделал, зачистил. И как бы все нормально, но нифига. Крепление не сходится. Но что придется подтянуть эту часть, тем более что она не такая уж и жесткая. И должна пойти легко. Крепляемся и как видите, она двигается как сопля. Подтянули. Все совпадает. Прикрутил. Постукал. Ну и естественно померил бампер. Здесь довольно таки неплохо. Получилось все с первого раза. Ну а чуть подкорректирую. И на этом с крыльями будет финиш. И так крылья готовы. Левая труба тоже готова. Но приступим к скручиванию остальных деталей. Прикрутил балку бампера. Замок, капот. Как бы все закрывается. И примеряю. Фары. Бамперы. Другие. Части этого пузова. Прикрутил фару. Проверил зазорчики. Прикрутил другую. Ну насчет бампера я вас обманул. Мерить я его не буду. Потому что нету различных пластмассов и креплений. Будем думать, что он подойдет и так. Подгоняю фару. Чтобы все совпадало. И прикручиваю. Регулирую замок. И как бы на этом мои работы с железом закончили. Вот. Крылья готовы. Капут стоит. Зазоры есть. Ну а с бампером как поведет во время сборки. Ну что. Грунтую. Поклюю. Крашу. Ну и вот результат работ. Бампер подошел. Все нормально. Где надо подкорректировал. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Ставьте лайки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...